Всем привет! Вы на канале Кэти Блог. Сегодня я забрала кучку посылочек. Здесь обувь и одежда хочу вам показать. И также хочу показать свои покупки за сегодня. Уже к праздникам, к Новому году, возможно, кто-то для себя увидит что-нибудь интересненькое. Я здесь заварила себе травяной чай с ромашкой, прям вот такой вот из кусочков разных-разных элементов. Не знаю точно, что сюда входит. Если интересно, напишите, я расскажу вам в бьюти-завтраке. И чай этот делает Метро, другого марка Риоба. Так, ну давайте, наверное, начнем со всей вот этой вот мелкоты и перейдем к одежде. Там, кстати, еще и косметика есть. Очень-очень хочу поскорее ее распаковать. Во-первых, во всех магазинах, конечно же, уже появилось все к Новому году. В этом году я взяла три упаковки подарочной бумаги. У меня на самом деле много чего осталось с прошлого года, кое-что осталось даже с позапрошлого года. На днях достану все это из кладовки и начну разбор. Возможно, сниму вам пару минуточек разбора новогодних игрушек и вообще новогоднего декора. Посмотрю, что у меня есть и что нужно докупить. Очень мне нравится вот эта вот девчачья упаковочка «Холодное сердце», кажется, называется этот мультик. И звездочки. Звездочки – это вообще моя любовь, я ее очень люблю. Такое все, конечно же, запаслась батарейками для ярлянд. Бенгальские они для упаковки. Но на самом деле, мне кажется, что у меня еще с прошлого года очень много пооставалось. Хлопушки. Я люблю хлопушки не вот такие вот, скорее всего, здесь обычная бумага, а когда они из клееночки. Это не очень, возможно, экофрендли, но они, по крайней мере, не красят весь стол, не красят все скатерки, не красят пол и легко собираются. То есть, как бы, к сожалению, в этом году не написано, из чего сделаны сами вот эти вот конфетишки. Поэтому я взяла три разных. И надеюсь, хоть одни из них будут красивые. Каждый год я беру вот такие вот фигурки от «Киндер» и вешаю их на елку. Это смотрится весело, и ребенок тогда вообще в идеале, конечно, по одной штучке в день, но, к сожалению, они у нас за пару дней полностью все съедаются. Дальше. Почему-то в этом году как-то очень сложно с бантиками подарочными, но кое-что у меня тоже должно было остаться с прошлого года. И я взяла еще пять упаковок по два бантика. На первый случай это на десять подарочков. Надеюсь, что у меня там что-то завалялось более интересное. Далее. Свекрови и тетя взяла вот такие вот топульки. Продаются они в Ашане. Ну, около десяти долларов, короче. Такое вот приятное дополнение к новогоднему подарочку. Еще не начинала даже упаковать подарки, но уже начала составлять списки, сколько подарков мне нужно, кому, какие. В общем, уже начала подходить к этому делу более серьезно. Я уже распечатывала, потому что упаковка выглядела супер-неенично и супер-коронавирусно, поэтому упаковку я выбросила с вами. Купила две вот такие вот гирляндочки. Дело в том, что в этом году я хочу сделать елку исключительно бело-серебряного цвета, а все мои вот эти вот шарики, мне кажется, цветные и золотые. Потому что обычно мне нравились красно-золотые елки на зеленом фоне, ну, как бы более традиционные цвета. Но в этом году год быкает, и красный цвет, как бы, не очень, поэтому взяла вот такую вот штучку. Стоит она не бюджетно, но она реально очень симпатичная. Мне кажется, что в сочетании с гирляндами и с разными огоньками будет классно. Кстати, да, взяла еще две гирлянды, но не принесла их сюда. Где-то они, видимо, уже отложены. И тоже в сельпо взяла несколько бюджетных игрушек, потому что сейчас игрушки стоят порядка, наверное, где-то трех или четырех долларов штучка. В сельпо в районе доллара максимум полутора. И постаралась взять всех по две, которые были симпатичные. Вот такие вот. На самом деле смотрятся просто, но на елке, я думаю, должны смотреться красиво. Две серебряные, точно такие же. И еще одна белая. Такие вот стрекозы. Не уверена, что они будут на елке, возможно, на шторы повесим. Ну, в общем-то, я думаю, им найдется место. Они очень красиво переливаются. У меня уже были собачки такого плана. Вот в год собаки несколько лет назад я попытала собачек. И хоть это и смотрится просто, но на елке это смотрится реально красиво. Вот такие стрекозы. Две жарптицы. Два ангелочка. В прошлом году я покупала вот подобные игрушки. Они в прошлом году у нас только-только начали появляться в эпицентре. И стоили они каких-то заоблачных сумм. Но они были, если честно, выполнены более аккуратно, более симпатично. И они были более тяжелые, смотрелись как хрусталь. Эти смотрятся вот так, пластиково, не очень неаккуратно выполнено. Но я думаю, что на елочке будет симпатично. И самые бюджетные, самые простые были вот такие вот сусульки. Тоже планирую повесить на карниз. На разном уровне. На самом деле супер топорно все выполнено. Видите? Но издалека, из гирляндой, я думаю, это будет смотреться симпатично. Взяла 4 штучки. Вот, собственно, и все пока что обновочки. Остальное буду приобретать после разбора новогодних аксессуаров, запасов. Посмотрю, что есть в запасе, и потом решим, что нам нужно докупить. Благо, время еще есть, потому что сегодня только 1 декабря. Ну что, перейдем к посылочкам. Первая посылка от Answer. Заказывала ее практически вместе с вами, практически в прямом эфире в бьюти-завтраке. Не так давно я делала разбор своих пижам. И я заказала то, чего мне не хватает. Да, но цвет, кстати, не такой розовенький, как был на фото. Здесь у нас халат, пижамка и нижнее белье. Нижнее белье сразу убираем. И давайте смотреть подробнее. Аруэль, кажется так это читается, это польский бренд. Он довольно-таки бюджетный, но при этом качественный, достойный. Да, это такая приятная. Я даже не знаю, что это, вискоза что ли. Давайте посмотрим, есть здесь состав. Да. 60% вискоза, 40% полиэстер. По качеству это намного приятнее, чем качество у Этам. Вот этих пижамок, которые у них сейчас есть. И такие короткие-короткие шортики. Ну, слушайте, приятное кружево, приятная ткань на ощупь. Все аккуратненько сделано. Тоненькая резиночка. У меня претензий к этой пижамке нет. Так, и теперь, что касается халата. Я хотела белый, но пока я выбирала, белого уже не стало. И черный был только в размере М, а я бы заказала в размере Л. Потому что я люблю, когда все это дело побольше. Так, как-то здесь так все по-странному пришито. Даже не знаю. Как это? Как это? Как это? А, поняла. Здесь такие штуки, чтобы это было типа... Как висячка такая. Так, халат длинноватый. Он по колено. Я так и хотела. Потому что обычно халатики очень короткие. У халата уже не такая приятная ткань. Но обычная, знаете, как для обычных хром этих вещей. 95% полиэстер и 5% спандекс. Ну, вы знаете, такая плотная, добротная. В строчечке все аккуратненькие. Внутренняя вот эта завязочка присутствует. Поясочек присутствует. По мере... По мере, я думаю, что мне должно все подойти. И в комплекте это все тоже должно смотреться симпатично и так подевчачьи. Так, ну что, этим заказом я довольна. По ценам у нас получается пижамка 809 и халат 899. Кстати, у Answer есть лайфхак. Вы выбираете то, что вам нравится. Потом ждете вот буквально один день. В общем, ночью приходит промокод всегда на 15% скидку. Всегда. Если вы оставляете что-то в корзине и не делаете заказ сразу, вам всегда приходит промокод на минус 15%, что, конечно же, является очень-очень приятным бонусом. На черную пятницу я сделала два заказа на Массима Дути. Сначала один. Это обувь. Я ее очень ждала. Скидочку эту. Потому что я померила эту обувь в физическом магазине еще, наверное, в сентябре. Цена меня не устроила. Потому что, ну, это такие, знаете, максимум на два сезона. Тем более, это мягкая кожа. И мне хотелось взять их подешевле. Я заказывала с украинского сайта. Доставочка бесплатная. И, естественно, возврат тоже бесплатный. Так. Цена. Сразу здесь есть чек. Чек не выбрасывайте ни у Зары, ни у Массима Дути. Потому что при возврате он будет нужен. У Зары это все в красивом конвертике располагается. Здесь просто так лежит. Так. У Зары я, кстати, тоже сделала заказ. Ожидаю. Так. Приятно, что это даже не стоит шумиле. Потому что они сняты, вот эти вот штучки. Такие вот классические топули. Посудомойка пищит. С закосом под Гуччи, под Прада. Ну, короче, практически у всех брендов есть такие тапки. Мне очень понравились от Ralph Lauren. Я высмотрела на 6PM. Но, к сожалению, на них тоже была какая-то цена. Порядка 400 долларов. А здесь, получается, цена была 3 700 или 3 800 без скидки. И со скидкой 3000. Я думаю, будут неплохо носиться. Но, опять же, это та обувь, которую я лично меняю довольно-таки часто. Потому что она изнашивается. Ну, по крайней мере, балетки. И, возможно, эта обувь проносится дольше. Потому что у балеток у меня вот здесь вот стирается, стаптывается. Но здесь есть каблучок. Возможно, такого не произойдет. С 6PM, кстати, у нас тоже будет посылочка. Следующая коробка тоже от Massimo Dutti. И эта куртка тоже сейчас не по сезону. Но мне показалось, она неплохая. Поэтому по мере. Не знаю. Надеюсь, подойдет. Если подойдет, то было бы прикольно. Потому что тоже у нее была очень привлекательная цена. Ага. Ну, здесь уже выглядит все симпатичнее. Запаковали поаккуратнее. Здесь еще конвертик с чего-то прикрепляет. Серая. Мне казалось, что я заказывала не серую. Может быть, цветопередача такая. Не знаю. Обычная, в общем-то, вот такая вот куртка. Мне казалось, что она была розненькая. А не серая. Ну, ладно. Тоже, как видите, абсолютно новая. Со складами, с витрины. Это меня очень-очень радует. И цена 3. Это цена, кстати, без скидки. 3,290 со скидкой. 2,632. Ну, такая неплохая базовая куртка. Сделана во Вьетнаме. Но, по-моему, кстати, она на пуху. Да. Она на пуху. Тоже померяю, посмотрю. Здесь есть кармашки, что очень-очень классно. Выделена талия. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, осталось у нас с вами две посылки. Это на Тина и с XPM. Давайте начнем, вернее, закончим обувью и перейдем к косметике. Очередная пара балеток от Marple Cors. Это одни из самых бюджетных балеток, которые я когда-либо покупала. Потому что у нас с XPM супер классные цены. На Кельвин Кляйн, на Marple Cors. Я обожаю их. Магазин. Единственное, конечно, что заказывала-то я это все в октябре. А приехало это все вот в конце ноября. Уже когда носить это нет смысла. Но, кстати, тоже вот эти балетки должны проходить гораздо большее количество времени. Потому что есть каблучок. Обычно, когда балетка полностью мягкая, которая еще и скручивается. Вот предыдущие мои балетки от Michael Cors были, кстати, примерно такой же расцветки. Но чуть более холодный. Бежевый был. И носочек был без логотипа. Просто с бантиком. А вот они сносились очень быстро. Буквально за один сезон. Поэтому я стала обращать внимание на то, чтобы был каблучок хоть какой-нибудь. Для того, чтобы вот эта вот штука не стиралась об асфальт. И не изнашивалась так быстро. Надеюсь, что эти прослужат мне чуть-чуть дольше. Michael Cors, кстати, идет в размер в размер. Поэтому заказываю 8,5. И они на мне сидят отлично. Насколько я помню, Массима Дути чуть-чуть. Большой мерят. Сейчас все померяю. И скажу вам еще раз. Померила я оба этих топулика. И что хочу сказать. Вот эти вот, они довольно-таки узкие. У меня нога раньше была очень узкая. Но сейчас она уже, видимо, с возрастом растопталась. И я не скажу, что она супер-русская. Но очередные Michael Cors мне вот здесь вот широковаты. То есть они не облегают ногу. Прошлые белые, которые я себе заказывала, я отдала маме. А вот эти вот, которые сворачиваются вот таким вот образом, они, конечно же, вот здесь на резиночке. И, конечно, они прилегают. Но вот эти вот на меня чутка широковаты. Ну, конечно, я их оставлю, буду носить. Надеюсь, что они как-то лягут по ноге. Потому что они не очень мягкие. Если вот эти вот просто такие накушечки, 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 то об этих я такого сказать не могу. Видите, они такие жестковатые. Здесь вообще задник такой жесткий. И здесь задник тоже мягенький. Все такое вот совсем-совсем. Мягкое должно быть очень удобное. Так, ну и последняя посылочка. Я уже достала из коробки для того, чтобы меньше шуршать. Это посылка с натином. Дело в том, что я собираюсь сделать... Так, что это опять, что ли? Я собираюсь сделать для вас видео о новинках от Maybelline и L'Oreal, которые вышли за то время, пока я не снимала ролики. И там вышло уволос только, честно говоря. Но некоторых продуктов у нас в Украине нет. Например, вот нет серии L'Oreal Age Perfect. Я заказала себе 4 продукта, которые мне лично нужны. Ну, нужны. Буду их тестировать. Здесь румяшки в оттенке 101. Мне интересно, чем линейка Age отличается от обычной линейки? Неужели вот так прям стильно? К сожалению, там не было тональных основ моего оттенка. Ну, такая себе, конечно, упаковка. Вот это зеркало наклеенное. Очень бюджетно выглядит. Прям дешево выглядит. Далее для бровей. Ель. Да? Это ель для бровей? Да. Тоже, видимо, возрастные брови как-то по-другому себя ведут. Ух ты, смотрите, какая щеточка. Так, вся домашняя техника заговорилась против меня. Сначала посудомойка, теперь стиралка. Вот такая вот кисточка интересная. Оттенок это 04 Taube Grey. Так. И тушь. Тоже, видимо, я выбрала не черный цвет. Давно заказывала, не помню уже, что я выбирала. Браун, коричневый оттенок. И что касается этой штуки, мне понравилось то, что здесь есть хайлайтер. И, может быть, это подойдет мне не только под бровь, но и навека. Или будет скатываться, не знаю. Посмотрим. Ну, красивый, смотрите, какой хайлайтер. Вот это прям первое из всего, что я показала, что мне прямо-таки нравится. Так, а это как открывается? Ух. А карандаш, в общем-то, и не слим. Совсем не слим. Не знаю, видите вы, нет? Ну, красивый оттеночек, может быть, если он сточится по краям. Ну, да. В принципе, я думаю, можно к нему приноровиться. Здесь должно быть много продукта, иначе зачем они сделали такую огромную упаковку? Оттенок, кстати, 108. Теплый брюнет. И очередная куколка, я думаю, для мам, у которых мальчики, тоже будет интересно. Потому что, конечно, домой я такое не покупаю, только на подарки. Но я прям кайфую от этих кукол Эмили. Они, во-первых, не за облачных денег стоят, потому что куклы по сравнению с машинками очень дорогие. И очень красивые платья у этой серии. Я вставлю вам картинки, если найду в интернете, какие платья есть еще. Я каждый раз, когда прихожу покупать подарки для девочек, залипаю на эти платья. Там еще и они обновляются, они не повторяются. И волосы у них, видите, такие блестящие. Можно постричь несколько раз. В общем, такие вот у меня были покупки. Надеюсь, это видео для вас было полезно. Если это так, конечно же, ставьте лайки. И на этом все. Пока-пока. До скорых встреч. Увидимся очень-очень скоро.